Место, где мы стоим, может быть очень опасным, говорит ведущий специалист аварийно-спасательной службы. Дмитрий Воеводин пригласил съемочную группу к оврагу недалеко от села Образцового. Здесь растет камыш и разбросан бытовой мусор. Достаточно бросить спичку, и все это загорится. А вблизи – частные жилые дома. С установлением сухой погоды в Сызрани ежедневно горит трава. Кто ее поджигает, говорят это неустановленные лица. В большинстве случаев это местные жители начинают производить опал сухой травы. Вот вы как сами здесь видите в этом районе, здесь находится овраг, люди выносят мусор. Происходятся вот такие вот у нас и пожары потом. Специалисты уверяют, ошибается тот, кто сжигая сухостой или мусор, думает, что сможет вовремя потушить его. В ветреную погоду огонь по траве распространяется так быстро, что угнаться за ним невозможно. Не случайно в частном секторе Сызрани участились специальные рейды. Сотрудники аварийно-спасательной службы предупреждают жителей о том, что за мусор на их территории их могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Они должны убирать за собой территорию, прилегающую и внутри дворов. Также в лесопарковой зоне, в которой находятся дома, также они должны в пределах расстояния 10 метров, должны содержаться в чистоте и в порядке. Должны производить также окос и уборку территории. Не становится исключением даже заброшенные участки, у которых официально есть собственник. В случае пожара огонь с замусоренной территории может перекинуться на соседние постройки. И уж тем более запрещено разводить костры. В Сызрани сейчас действует особый противопожарный режим. И такая строгая ситуация продлится вплоть до 1 октября. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.